Добро пожаловать в Сабантуй! Добро пожаловать в Казань для колумбийцев и поляков! Новые болельщики у нас в городе. Их встречала Альбина Менебаева. Новые болельщики у нас в городе. Их лапки. Добро пожаловать на Казанский Сабантуй! Традиционно главная часть в Березовой Роще. Все начинается с угощений главного татарского лакомства Чак-Чак. Привосходное лакомство. Великолепный праздник. Место, где оживают культура и традиции. Все лакомства и вправду традиционны для татарской, марийской, чувашской и русской кухонь. Правда, что русскому хорошо, то испанцу в диковинку, например, рассол. Сабантуй этого года по-настоящему интернационален. Здесь туристы из Испании, Колумбии, Польши, Австралии, США, Вьетнама. Сабантуя – это возможность показать наши традиции, нашу культуру, наш спорт, наше единение. В составе делегации и официальные представители ФИФА. Где, как ни на Сабантуя, посмотреть на традиционный спорт республики. Представители ФИФА вообще восхищены татарстаном, казанью, гостеприимством. Главное состязание Сабантуя – борьба Кэрэш. На двух коврах борцы со всех районов Татарстана сражаются за главные призы. Барана и новенькое авто. Оба трофея достались пятикратному чемпиону – казанцу Раилю Нургалиеву. Снова бои, но уже на мешках развернулись на обновленном озере Лебяжье. В роли борцов – колумбийские болельщики. Такого шоу, говорят, не видели нигде. Сабантуй почти как футбол. Ярко, горячо, эмоционально. Это очень экстремально. Впервые вижу такую игру. Просто сумасшедшие эмоции. Колумбийские болельщики буквально сегодня прибыли в Казань и сразу же на Сабантуй. Их привели местные друзья. Тут у вас очень необычно. Мы рады, что наша сборная играет именно в Казани. А вот так китаянки бьют татарские горшки. С горшком промахнулось. Но вот то, что на Сабантуй попало – в точку. Мы очень счастливы быть здесь. Здесь очень много народу. Шумно, весело и интересно. Не прогадалась с казанским уикендом и парой из Колумбии. Впервые болельщики Камила и Сантьяго попробовали себя в беге с коромыслом. Это особый праздник. Здесь целая армия непохожих друг на друга людей. И все довольные. Я влюбился в этот фестиваль. А игра была изумительной. Кто-то пришел на праздник сразу после матча. Кто-то в преддверии игр национальных сборных. А кто-то приехал сюда из других городов. Специально на Сабантуй, который сами они называют не иначе, как фестивалем с фаниками или забавными играми. А вот в этом задании иностранцы принять участие не решились. Шутка ли достать монетку, окунувшись в Катык в Ванкувере о таком, признаются болельщики, не знают. Это весело и даже чудаковато, но очень самобытно. Они выпивают это после. Татарстанцам же хоть Сабантуй и не в новинку, но эксклюзивным в этом году его сделал чемпионат мира. Нам этот праздник нравится, мы всегда ходим на этот праздник. Нам все весело. Сотни туристов и полсотни иностранных журналистов. Десятки тысяч татарстанцев и гостей республики. Районные подворья, водные забавы. Самые разные языки, традиции, цвета. Главный Сабантуй этого года получился в стиле Мундиаля. Рами Шайдулин, Ринат Сафин, Альбина Солгараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Свой Сабантуй устроила сегодня и болгар радиусы. На площадке в Березовой роще праздник плуга отметили большим концертом. На сцене главные звезды татарской эстрады и современные исполнители. Среди зрителей постоянные радиослушатели всех возрастов. С каждым годом народа именно на наш концерт собирается все больше и больше. Мы этому очень рады. Считаем, что это показатель популярности нашего радио, потому что выбор здесь огромный, представлены все районы. Казань приветствует колумбийцев и поляков. Сегодня спецпоезд Москва-Казань доставил болельщиков в город. В одном рейсе фанаты двух команд, которые завтра сойдутся на поле Казань-арены. Альбина Минебаева встретила новых гостей. Привет, привет, привет. Русское привет от колумбийцев на Казанском перроне. В 10.45 прибыл поезд с болельщиками из Колумбии и Польши. Гости нашего города. Мы рады приветствовать вас в Казани. 12 часов вместе на одном поезде. Все это время только дружба. Никаких разногласий. Польские болельщики и колумбийские как братья. Действительно, это здорово. Партий, партий. В вагонах был настоящий праздник целую ночь. Мопилий, борч. Поезды очень хорошие. Хорошая качество. Обслуживание? Да. Все было очень в порядке. Пока одни болельщики оценивают качество российского обслуживания, другие готовятся к турне по городам. Вслед за родной командой. Я приехал из Москвы в Казань. Дальше поеду в Самару, Волгоград, Ростов. Обратно вернусь в Москву. Потом обратно в Самару. И снова в Москву. Я не вернусь в Колумбию. Фернандо Суарес уже на Баумана. Совмещать приятное с полезным. Я здесь по работе. Освещаю тему об истории, культуре, национальной еде в Казани, Саранске и Москве. Оле-оле! Оле-оле! Кири Колумбия! Благодаря! Матч! Остер! Ту! Остер! Кричалки двух команд на Баумана звучат на каждом шагу. На всех ресторанах центральной улицы развешаны флаги двух команд. Завтра игра. Сегодня общий праздник. На территории на одной сидят в данный момент. Даже вот можно посмотреть. Колумбийцы, поляки ведут себя идеально. Дружат, любят друг друга. Я считаю, что они рады, и мы тоже рады, что у нас проходит такой праздник. Оказание visit and support Poland and Russia. Yes, of course. Yes, of course. Ваша команда очень добра. Вот так вот можно нарваться нечаянно на Баумана и на комплименты. Спецпоезды с болельщиками приедут сегодня и завтра утром, пока фанаты двух команд болеют за красивую игру, а завтрашнего дня за победу своей команды. Альбина Минебаева, Андресен Тальцев, ТНВ, Казань. Правила безопасности или смотреть футбол без всего лишнего? Завтра ждут очередной аншлаг. Что болельщикам придется оставить вне стадиона и как до него лучше добраться? Ответы на эти вопросы у Сергея Хайдарова. До важнейшего матча между Польшей и Колумбией на Казани арене остается всего сутки и уже совсем скоро, а именно завтра эту площадь снова заполнят тысячи футбольных фанатов со всего мира. А за все время проведения чемпионата на Казани арене уже побывали почти 90 тысяч футбольных болельщиков. И эти два матча показали, насколько высокая пропускная способность у нашего стадиона. Но по мнению организаторов, она могла быть еще выше, если бы футбольные фанаты приходили на матч заблаговременно и не приносили с собой такое огромное количество вещей. Ведь, как выяснилось, список того, что можно проносить на стадион, достаточно короткий и лучше приходить сюда налегке. Нельзя проносить алкоголь, наркотики и крупные предметы. Для всего лишнего есть камеры хранения. А за 4 часа до матча Польша-Колумбия вновь вступит в силу последняя миля. В городе ограничат движение на улицах Сибгата Хакима, на участке от улиц Амирхана и до Чистопольской, на Академика Арбузова, при спуске на Третью Дамбу и на перекрестке Ямашево-Адорадского. А тем, кто смотрит футбол на фан-фесте, лучше оставить автомобиль дома. Чтобы не опоздать на матч и избежать очереди на фестивали болельщиков, сюда лучше тоже приезжать заранее. Свою работу эта зона начинает за 3 часа до начала первого матча. Как видите, сюда приезжают и на своих железных конях. Велосипеды можно оставить на специальной парковке. Ну а чтобы пройти, собственно, внутрь, пройти контроль, необходимо выложить все колющие и режущие предметы, а также еду и воду. Кстати, продукты питания можно будет приобрести внутри. Досмотр длится считанные минуты. Полицейские вежливые и обходительные. Если все в порядке, добро пожаловать в мир футбольных фанатов. Оказавшись на фан-фесте, скорее всего, проведете здесь большое количество времени. Именно поэтому организаторы советуют одевать сюда удобную и закрытую обувь. Но и самое главное, если вдруг вы пришли на фан-фест со своим ребенком, то вам прямая дорога к столу информации. Именно здесь вам дадут специальный браслет. Родители должны указать в нем свой номер телефона на случай, если ребенок потеряется. Правила поведения на фестивале равны правилам этикета. Не грубить окружающим и с уважением относиться к болельщикам со всего мира. Это и есть главный принцип праздника мирового футбола. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Фавориты уступают, интрига продолжается. Самая непредсказуемая группа Эйч на чемпионате мира вступает во вторую битву. Перед казанским матчем сборные провели заключительные тренировки. Особое внимание к звездным грантам европейского футбола. Смогут ли они блеснуть на татарстанской земле? Алмаз Кофьетов. Именно Колумбия и Польша считались фаворитами этой группы. Однако первый тур перевернул все с ног на голову. Обе команды дебют провалили, а на первой строчке вышли Япония и Сенегал. Теперь для восстановления статуса КВО придется немало постараться. Мы прекрасно понимаем, что все три матча группового этапа будут для нас сложными. К сожалению, в предыдущей встрече с японцами взять три очка не удалось. Надеемся, в будущем удача нам все-таки улыбнется. У сборной Колумбии на первой тренировке журналисты недосчитались Хамеса Родригеса. Напомним, что базы южноамериканцы выбрали татарстанскую свиягу. Сейчас на поле также недосчитались капитана. Сейчас мы ставим на игроков, которые в начале мундиаля были не в лучшей форме, но сейчас они сыгрались и надеемся, вы увидите их на поле. Ажиотаж на пресс-конференции и не менее интригующая тренировка. Снимать занятия перед матчами разрешаются ровно 15 минут. За это время команды не раскрывают тактических моментов. На тренировке сборной команды Колумбии присутствуют журналисты из разных стран. Англия, Германия, Испания, Япония. Причем не обязательно, чтобы представители прессы были в одной группе вместе с южноамериканцами. Возможно, эти корреспонденты и журналисты рассматривают уже ближайших соперников по плей-офф 1-8, 1-4 или по полуфиналу. Завтра игра колумбийцев с Польшей начнется в 21 час. На стадион Казань-Арену лучше приехать заранее. Аншлаг на матчах гарантирован. Алмаз Гафиат, Марат Идгараев, ТНВ, Казань. Это новости от Татарстана и далее в выпуске. Теплоходы расправляют крылья. Они поводят на дисплее, вот сейчас очень много случится. Какими получились модернизированные метеоры, увидел Дмитрий Аринин. Особенности национальных скачек. Кто-то поменеет, упорничая война. ЧИС-тапки сегодня сыграли, Лена Зинатулина. Пострадавшим при обрушении жилого дома в Заинске будет оказана материальная помощь. Такое поручение сегодня дал президент республики. Работы по ликвидации последствий ведутся со вчерашней ночи. Напомним, сейчас в Заинском районе объявлен режим ЧИС из обрушения части дома. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». С места ЧП были эвакуированы 16 человек. По данным Минздрава республики, пострадали 8 человек. Один из них умер в больнице. Двое были госпитализированы с помощью санавиации в Казань. Из восьми пострадавших четверо в удовлетворенном состоянии находятся сейчас в занятке ЦРБ. Двое в тяжелом состоянии. Из них один несовершеннолетний ребенок, 9 лет. Они эвакуированы сегодня ночью и утром в республиканские учреждения. Все выявленные факты нарушения техники безопасности на стройках следует незамедлительно передавать в прокуратуру. Об этом заявил сегодня президент Татарстана после доклада о проверках на стройобъектах республики. На традиционном совещании отчитывался глава Минстроя. Он сообщил, с начала года за нарушение нормы охраны труда вынесено почти 200 постановлений. На новой скорости из Казани в Болгар туристов будут возить обновленные метеоры и восходы. Четыре скоростных судна при поддержке правительства Татарстана прошли модернизацию. В них заменили ходовую часть и переоборудованы салоны. Сколько времени займет поездка и как с безопасностью, узнал Витриаренин. Думаю, понравится, люблюсь. С такими ожиданиями туристы отправляются в речной вояж в Болгар. Через 140 километров в Оргской глади обновленный метеор домчит за 2 часа 15 минут. Разогнать подводные крылья речному судну помогут мощные двигатели по 2000 лошадиных сил. Более современные они и электроника уже современно обеспечена. Для неполадки дисплеев увольствуются, если в случае не должно случиться. Проверка системы здесь вот. Система в норме, судно готово к отплытию. Маршрут капитану подскажет новая система навигации. Пассажиры же занимают места в переоборудованном салоне. Это на каждого пассажира получается? На каждого пассажира спасательный. Внешне очень даже неплохо выглядит. Мы всегда ездили на метеорах. Да, но сейчас лучше, конечно. Сейчас все современное. Так в речном порту Казани при финансовой поддержке правительства республики модернизировали два метеора и два восхода. Всем судам примерно по 30 лет. На реконструкцию ушло около 100 миллионов рублей. Безопасность, она остается на прежнем уровне. То есть мы как предприятие, выполняющее все требования контролирующих органов, соблюдаем их. Два обновленных теплохода уже начали регулярно курсировать между Казанью и Болгаром. Еще два судна ждут оформления необходимых документов. Дмитрий Айрин Амирзальшев, ТНВ, Казань. Вышли погреться. В Татарстане резко выросла активность рептилий. Два нападения змеи на человека зафиксированы в Нижнекамске, еще три в Казани. Кровоизлияние внутренних органов, интоксикации, даже летальный исход. Так может закончиться встреча с гадюкой. Почему в большинстве случаев врачи считают виноватыми самих людей, узнал Сергей Хайдаров. Я полола и видно, тут она была и сопнула меня. Она это ядовитая гадюка. Последствия укуса, больничная койка и противоядие. Врачи говорят, что Раиса Федоровна еще легко отделалась. Возраст пациентки пенсионный, это добавило риска к осложнениям. Но из-за того, что пациентка вовремя вызвала бригаду скорой медицинской помощи, вовремя обратились и также наши все дальнейшие действия, то есть это привело к более, так скажем, быстрому выздоровлению. Сейчас женщина уже вне опасности. Отек на руке спадает, пальцы начинают шевелиться. Это уже второй подобный случай в Нижнекамске в этом году. Июнь – это месяц активности у змей. Учитывая, что весна и начало лета были холодные, пик активности рептилий пришелся на последние дни июня. Человек обычно бывает виноват сам. То есть по своей неосмотрительности он может на нее случайно наступить, где-то не заметить, так как они очень хорошо маскируются. И тем самым вызовет агрессию змеи. Сразу после укуса змеи специалисты токсикологии призывают немедленно действовать. Нужно пить как можно больше воды, принять противоаллергенное средство. И самое главное – ни в коем случае не накладывать жгут. Только в этом году в седьмую горбольницу после укуса в змей попали три человека. К счастью, во всех случаях люди остались живы. Их быстро доставили в больницу и ввели противоядие. У пациентов жалобы на боли, на нарушение движения. Ну и, собственно, у кого есть определенные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, это тоже опасно и требует обязательно введения пациентов в условиях стационара. На ядовитых змей республика небогата, к ним относят только гадюку. От обычного ужа эту рептилию отличает окрас. От серого до красновато-бурого. Так что быть внимательнее и аккуратнее – вот главные правила безопасности в этот змеиный период. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, Алсу Арсланова, Марсель Джураев. ТНВ Нижнекамск, Казань. Орлята улетели, но обещали вернуться в детском оздоровительном лагере «Орленок». Компания «Транснефть» при Каме завершилась первая смена для детей-работников. Ежегодно по программе «Дети транснефти» здесь отдыхают 500 ребятишек. «Орленок» уютно расположен в одном из живописных мест Республики Татарстан, недалеко от Альметьевска, в экологически чистой зоне. Видитная карточка лагеря, чистый лесной воздух, атмосфера детского творчества и корпоративный дух «Транснефти». Организуется от трех до четырех смен, где дети наслаждаются отдыхом в этом живописном, красивом месте, где не только просто отдыхают, а также познают работу своих родителей, в целом работу компании публичного акционерного общества «Транснефть». Детский лагерь представляет собой оздоровительно-развлекательный комплекс с аквапарком, спортивными и игровыми площадками. Здесь с удовольствием отдыхают дети сотрудников АО «Транснефть» при Камье в возрасте от 7 до 16 лет. География юных гостей широка. Казань, Альметьевск, Ижевск, Лениногорск. Все ребята, мы с ними подружились, вместе играли. Мы очень дружная семья. Мне больше всего нравится общение с детьми, потому что общаясь с каждым из них, ты раскрываешь в них что-то новое, раскрываешь их таланты, их способности. Обожаю Орленок. На протяжении всей смены ребят ждала большая культурно-развлекательная программа. Игры, конкурсы, эстафеты, спортивные соревнования. Завершили отдых. Орлята тоже ярко большим концертом и торжественной линейкой, где опустили флаг лагеря в ожидании новой встречи. Думали, будет 8, а получилось 26 килограммов. Сегодня в Казани в честь чемпионата мира испекли рекордно большой перемяч. Правда, мяч только в названии блюда. Внутри, по традиции, мясо. Рекордный пирог попробовал и Дмитрий Аринин, и узнал, какие перспективы насчет книги рекордов Гиннеса. Вот так, как из печки и пирога, в Казани ждали рекордного перемяча. Это дома, это вера. Чтобы войти в историю, повара заготовили два десятка килограммов теста и халяльной говядины, и сотни литров подсолнечного масла. Трудности нету, потому что мы любим эту работу. С объемным блюдом управлялись в 12 рук. От теста до полной обжарки ушло около 20 минут. Ура! Как взвесили, измерили, поразились. Перемяч получился гораздо больше, чем планировали. Диаметр 1 метр 18 сантиметров, а вес 26 килограммов. Как сказали, это мировой рекорд. На такие размеры раньше никто не замахивался. Достижения занесли в Книгу рекордов Ассоциаций рестораторов и ательеров Татарстана. На то, чтобы разрезать и разделить на всех рекордный перемяч, ушло около получаса. Кусочек достался и нам. Приготовители перемяча собираются вкусить из славы Книги рекордов Гиннесса. Сделать еще большее блюдо и это официально зафиксировать собираются на следующий год. Дмитрий Аринин, Амирзалюшев, ТНВ, Казань. И вновь к Сабантуй. Одно из главных состязаний праздника – конные скачки. И на Казанском ипподроме сегодня 13 стартов подряд. Чистокровные жеребцы летели, наездники переживали, а зрители делали ставки. Победители разыграли призовой фонд в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Кто в Сабантуй стал наездником дня? Лина Зинатулина. За две секунды скаковые лошади разгоняются до 60 километров в час, предупреждает комментатор. И по сигналу гонга зрители в этом убеждаются. С самого старта вперед вырывается гнедой жеребец князь Юсупов, который после первого поворота оставляет соперников далеко позади. И также красиво приносит к финишу уже неоднократного чемпиона Хамзата Улумбаева. В копилку приз Акбарсхолдинга. Сегодня из 10-9 стартов у меня. На разных площадях. Каждый хорош на свою дистанцию и в своем году рождении по возрасту. В немецком, как сказать, на переправе, в этом случае путь успеха. У Хамзата Улумбаева сегодня и главный трофей. Приз Сабантуй 2018 200 тысяч рублей. Он остается в Казани. Это уже на татарстанской лошади по кличке Арабская королева. Набираем скорость. Там машина отрывается. И назад. А это уже не скачка, а заезд. Старт не с места, а сходу. Ездоки не верхом, а в колясках, а бег строго рысью. Гнидой француз Порто Самок сегодня буквально темная лошадка. Лидерство вырвал в последние секунды. И Жакею приз Федерации конного спорта Татарстана. Я не позволял лошади лидировать оторванно. Поэтому держался в спине. Это обычная практика любого наездника. Если ты не хочешь лидировать сам, то будь недалеко от лидеров. И при возможности, если останутся силы, отверни и выиграй. А если она выиграет, нам дадут денежки. Представляешь? Ставки и от заядлых любителей, и от новичков. Очень интересно посмотрели. Первый раз на скачках. Вот мы решили поставить вместе с детьми. На разных или на разных? На разных. Было интереснее. На кого? Почему? Свен, ну... В третьем за ней. За тысячу, мама. Традиционно соревнование посетил и президент республики. В Сабантуе оно выдалось особенно праздничным. Всего за вечер 10 скачек и 3 заезда, победители которых разделили между собой призовой фонд в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Лена Зинатольевна, Андрес Нитальцев, ТНВ, Казань. И на такой прекрасной ноте мы завершаем субботний выпуск. Ждем матча в 21.00 между Германией и Швецией. Впереди еще прогноз погоды, а мы с вами увидимся в 21.30. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Юбилейная арифметика от страховой компании «Чулпан». Все лето полис ипотечного страхования доступнее на 7%. Страховая компания «Чулпан». Рядом в трудную минуту. Казанский технологический колледж. Путь к успеху. Грамотная юридическая подготовка любых документов. Единый центр защиты. Твоя команда юристов. 253 11 44 Удачная подсечка. И вот она награда. Но все начинается с подготовки. Выбери самые необходимые снасти там, где разбираются в снаряжении. В магазине «Подсекай». В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Новый день. Новые улыбки. Любимая работа. Но иногда мы не замечаем, что все это немного сложнее. Для людей с ограниченными возможностями. В Татарстане насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели. На заказ – Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе качественный, недорогой, по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер. Казань. Восстание 23. Телефон. 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Жаркий антициклон продолжает удерживать высокие температуры в республике. Осадки не наблюдаются. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана, облачная погода сохранится. Осадки не ожидаются. Температура воздуха составит плюс 29 градусов. На северо-востоке плюс 29, небо будет затянуто облаками. На севере республики облачно плюс 28. На северо-западе ожидается переменная облачность до плюс 30. На юго-западе республики еще жарче, плюс 32 и без осадков. В центре Татарстана облачно до плюс 30. В последующие сутки погода в республике не изменится. Спонсор выпуска клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатиты по европейским стандартам. Без боли операций на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктор Рос с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам, убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани в предстоящие сутки будет облачно и жарко. Плюс 32. Ветер западный слабый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Поглушина. До свидания.